Заветная мечта человека Заветная мечта человека – не болеть. Осуществить ее помогает иммунитет. Он выступает уникальным защитником организма, беспрерывно заботясь о нем. Иммунная система способна обучаться, когда это особо необходимо. И все для того, чтобы нужный способ обороны был найден вовремя. Всемирный день иммунитета отмечается в первый день весны 1 марта. Иммунная система – это ведь одна из самых важных систем организма. И основная ее функция – это защита организма от чужеродной какой-то генетической информации. Близнетворных бактерий, вирусов, онкологических клеток, которые у нас постоянно в организме образуются. И если у человека нет иммунной системы, то у него, помимо того, что резко повышается восприимчивость к инфекции, у него еще и повышается опасность развития онкологических заболеваний. Сильная иммунная система является основой хорошего здоровья. А вот если иммунитет ослабевает, человек становится слабым и беззащитным к воздействиям окружающего мира. Таких пациентов, к счастью, очень мало, но они есть. Это тяжелейшее состояние, при которых организм ребенка оказывается фактически беззащитным перед инфекцией. И вот эти дети, их, во-первых, нужно еще выявить, поставить правильный диагноз. А потом они нуждаются практически в пожизненной заместительной терапии или в трансплантации костного мозга в некоторых случаях. Иммунная система все время защищает нас от вирусов, миллионов бактерий и аллергенов. Однако, если человек чувствует недомогание или слабость, это первые признаки сбоев иммунитета. Мне больше нравится слово «сохранить иммунитет». Это правильно. Самое главное – ему не вредить. Ему не вредить. А навредить ему можно различными путями. То есть мы можем здесь говорить о различных иммунотропных факторах. Факторах, которые могут этот иммунитет ослаблять каким-то образом. Ну, например, если мы возьмем детей, то это плохое питание. То есть элементарный фактор, элементарные дефициты, которые могут у детей развиваться. Дефицит железа, дефицит витамина D, дефицит белка и так далее. Ведь иммунная система очень сложно устроена. Основные факторы вот этого пассивного иммунитета, иммуноглобулина и так далее, имеют белковую структуру. Если ребенок не получает белок в достаточном количестве, безусловно, будет развиваться иммунная недостаточность. Первичный иммунодефицит – страшный диагноз, означающий, что ребенок родился без естественной защиты. То, что для обычных людей является окружающим миром, для него источник ежеминутной опасности. Врожденное генетическое заболевание приводит к развитию тяжелых хронических инфекций и воспалительному поражению органов. Если мы говорим про взрослых, то у взрослых самый частый фактор иммунотропный – это стресс. Ну, стресс не острый. Острому стрессу мы с вами все периодически подвержены. А вот стресс именно такой затяжной, хронический. Вот хронический стресс иммунитет просто уничтожает. На сегодняшний день абсолютно доказано, что существует тесная связь между иммунной и нервной системами. И как только у человека вот такие проблемы возникают, связанные с какими-то перегрузками психоэмоциональными, которые носят затяжной хронический характер, у него развивается состояние иммунодефицита, и он начинает болеть. Иммунная система – это уникальная саморегулирующаяся организация. Поэтому, когда мы читаем на упаковках лекарств фразу «укрепляет иммунитет», необходимо помнить, что эти обещания не более, чем маркетинговый ход. Вот хороший пример сахиноцей. Вы знаете, да? Все, что говорят, раньше считалось, как «давайте попьем с вами хиноцею, и у нас иммунитет повысится». Вот одно очень крупное исследование с включением 5000 детей показало, что кроме аллергии хиноцея ничего не вызывает. То есть она не повышает ни в коей мере иммунитет. Специалисты отмечают, чтобы поддерживать иммунитет, нужно регулярно выполнять простые требования. Спать более 6 часов, есть здоровую пищу, заниматься спортом. Важно принимать витамины. А вот к назначению иммуностимулирующих препаратов нужно отнестись с осторожностью. У нас очень популярны сейчас иммуномодуляторы. Но я должен сказать, что, конечно, иммунные механизмы в развитии болезни, они очень широко встречаются. То есть практически при любом заболевании существуют те или иные иммунные механизмы развития болезни. Но это не значит, что мы с вами должны иммунные препараты использовать при язвной болезни, при пневмонии, при ишемической болезни, сердцогипертонии. Нет, конечно. А у нас на практике мы сейчас видим, что иммуномодуляторы кто наиболее часто использует? Педиатры, лор-врачи, терапевты, акушерогинекологи. А кто реже всего использует иммуномодуляторы? Не знаете? Врачи-иммунологи. Врачи-иммунологи реже других специалистов применяют в своей практике препараты, которые стимулируют иммунитет. Это абсолютно известный фактор, про это везде написано. Потому что мы более разумно относимся к этой проблеме. Мы считаем, что наиболее важное значение имеет необходимость избегать вот этих самых иммунотропных факторов. Нужно проводить у пациента, у которого имеются признаки иммунной недостаточности, скрининг, который позволяет выявить эти факторы, устранить их. И тогда иммунная система – это саморегулирующаяся система. Она восстановится сама. И не надо ей в этом сильно помогать. Наступило время Великого Поста. Если вы решили поститься, то нужно внимательно отнестись к своему рациону. Как мы выяснили, наш иммунитет напрямую зависит от того, сколько питательных веществ мы получаем. Чтобы духовное очищение не навредило здоровью, врачи советуют внимательно отнестись к своему постному меню. Недостаток микроэлементов может привести к серьёзным осложнениям. Люди, страдающие определёнными заболеваниями, которым противопоказаны какие-то продукты, или наоборот, разрешены продукты, или рекомендуются продукты, они должны очень внимательно к этому подходить. Особенно страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями мочеводелительной системы. Но так как я аллерголог, иммунолог, то, естественно, не могу не сказать. Люди, страдающие аллергией, им тоже многие продукты, из которых разрешены в дни поста, они не могут их употреблять. В супермаркете на время поста открывают отделы с постной продукцией и помечают специальной маркировкой продукты, разрешённой в этот период. Их достаточно много. В пост можно употреблять в пищу любую крупу – рис, гречку, пшено или перловку. Белок при отказе от мяса и рыбы восполняют бобовые грибы. Можно в любом количестве – есть овощи и фрукты, соленья, квашеную капусту, хлеб. Разрешены в посты сладости, но только растительного происхождения – орехи, казинаки, сухофрукты, варенье и мёд. Как известно, главный принцип здорового питания – это разнообразие. Чтобы постное меню не надоело одними и теми же блюдами, делайте салаты. По-настоящему полезными овощные миксы становятся, если заправлять растительными маслами. Именно они богаты микроэлементами, витаминами и минералами. Но при выборе такого правильного масла нужно знать некоторые нюансы. О них нам рассказал наш постоянный эксперт в области здорового питания – врач-диетолог Светлана Арканова. Очень многие знают о пользе растительных масел, но мало кто знает, как правильно их выбирать. Поэтому сегодня я научу, расскажу о том, на что нужно обращать внимание в первую очередь. Значит, первое, что нас интересует – это упаковка. Внимательно изучаем её, смотрим дату производства масла. Чем оно свежее, тем, естественно, лучше, потому что масло – это скоро портящийся продукт. Внимательно смотрим на срок годности, не только на дату производства, но и на срок годности продукта. Второе, на что обращаем внимание – это, в общем-то, изучаем название. Если, допустим, это масло оливковое, естественно, в России у нас не производится, значит, чем меньше русский фоу будет на этом масле, тем лучше. Так, на что ещё стоит обратить внимание? Ну, самые полезные масла – это, естественно, нерафинированные. То есть, ищите слово «нерафинированное» и желательно, чтобы это масло было холодного отжима. То есть, нерафинированное масло холодного отжима. Обычно пишут «экстра-верджин», если опять мы говорим об оливковом масле, да? Значит, чем полезны именно эти масла? Именно эти масла сохраняют в себе все необходимые витамины, все полезные вещества. Если масло подвергается термической обработке, все витамины автоматически разрушаются. Поэтому на этом масле ни в коем случае нельзя жарить. Это масло употребляется в пищу, добавляя в готовые блюда. В салаты, поливая какие-то закуски, пожалуйста, используйте, но жарить на этом масле нельзя. Конечно, желательно, чтобы была стеклянная бутылка, а не пластиковая. Чтобы эта бутылка была из тёмного стекла, потому что многие масла разлагаются при воздействии солнечного света при высоких температурах. Конечно, нужно обратить внимание на то, чтобы на бутылке было указано, каким образом нужно хранить это масло. В настоящее время все знают, что рыбий жир и жирные рыбы являются отличными источниками омега-3, полезных для лечения воспаления и заболеваний сердца. Но что, если у вас аллергия на рыбу или вы соблюдаете пост? Есть ли хорошие растительные источники омега-3? Семена льна находятся в верхней части списка продуктов на растительной основе богатых омега-3. Они являются концентрированным источником омега-3, из-за чего их часто дают курам, чтобы увеличить содержание этих кислот в яйцах. Чтобы сделать омега-3 льняных семян более доступными для клеток нашего организма, стоит растирать их перед использованием. Также можете купить бутылку льняного масла, приготовленного путём извлечения незаменимых кислот из цельных зёрен льна, а затем использовать его в салатных заправках, смешивая с оливковым. Ну, лично я даю предпочтение льняному маслу. Это моё самое любимое масло. Здесь тоже есть определённые правила. Значит, во-первых, это, естественно, масло должно быть тоже в стеклянной бутылке и желательно из тёмного стекла. Это масло, которое очень чувствительно к свету и перепаду температур. Не стоит брать сразу большой объём упаковки, потому что масло очень быстро портится. После того, как вы это масло открыли, его сразу же нужно поставить в холодильник. И вообще, когда вы его купили, сразу же принесли домой, поставили в холод. Моментально окисляется, моментально прогоркает. Как только у этого масла появляется горький вкус, значит, масло окислилось, и употреблять его в пищу больше нельзя. Поэтому в открытом виде максимум, сколько вы можете использовать это масло, это два месяца. Единственное из растительных масел богато омега-3 жирными кислотами. На втором месте это соевое масло и тыквенное масло. Все остальные масла – это источники омега-6, омега-9 жирных кислот. Если мы говорим о любимом многими россиянами подсолнечном масле, то это омега-6 жирные кислоты. Если говорим о оливковом масле, то это омега-9 жирные кислоты. Самое качественное, самое лучшее, самое полезное масло растительное, оно всегда не рафинированное. Оно всегда имеет такую поволоку, осадок небольшой. Оно не может быть ярким и прозрачным. Если масло яркое и прозрачное, то, скорее всего, его нагрели. То есть подвергли какой-то термической обработке, которая также ухудшает качество масла. Масло холодного отжима будет с небольшим осадком, мутное. Не пугайтесь этого осадка, опять же, обращайте внимание на срок годности, на дату производства, и всё будет хорошо. Правильно храните это масло и используйте готовые продукты, то есть термически не обрабатывайте это масло. Маслами в пост хорошо заправлять овощные блюда. И тогда на одну из главных ролей на кухне выходит тыква. Именно она относится к так называемым зимним овощам. То есть отлично хранится в течение осени и зимы и не теряет вкусовых и полезных свойств. Из тыквы можно сделать огромное количество блюд. От салатов, супов, горячего, десерта, каши. Абсолютно бесконечное разнообразие. Сегодня мы с вами сделаем тыкву запечённую, салат с тыквой и суп из тыквы. Для этого нам нужно будет, соответственно, тыква много. Это для супа ещё корень сельдерея, фенхель, морковка, лук, тебель сельдерея и оливковое масло. Чтобы нам сделать тыкву запечённую, надо сначала, соответственно, её очистить, вытащить косточки, срезать мякоть и порубить кусочками где-то сантиметр на сантиметр. Кожу снимаем совсем чуть-чуть, мякоть, она всегда близко. Лучше порезать, наверное, не слишком крупными, не слишком мелкими кубиками. Она тогда пропечётся, будет сочная, станется аромат. Семечки, кстати, тоже очень полезные для всех. Для мужчин, для женщин, для детей. Теперь берём немножко оливкового масла, смачиваем тыкву. Морская, можно обычная соль. Чуть присыпаем. Сухие травки. Если, конечно, свежие, лучше свежие, но сухие тоже подойдут. И чуть-чуть сахара. Она тогда будет сладкая и намного вкуснее. Перемешали. Ставим в духовку 180 градусов на 20 минут. В то время, пока наша тыква запекается, можно сделать тыквенный суп. В принципе, он тоже делается очень несложно. Нам для этого нужна будет тыква, морковка, корень сельдерея, немножко фенхеля. В принципе, можно его и не добавлять. И луковица. Вот, тыковку я уже нарезала. Крупные кубики. Режем тоже крупную морковку. Корень сельдерея. У нас это всё будет сначала обжариваться, а потом зальём водичкой, проварим. Наливаем немножко растительного масла. И ставим на плиту обжариться. Овощи обжарим до золотистого цвета немножко. И зальём водичкой. Когда вода закипит, чуть посолить, поперчить и оставить вариться до готовности овощей. Когда у нас овощи сварились, мы их пробьём блендером. И в итоге у нас получится вот такой суп. Можно украсть тыквенными семечками и зеленью. Семечками он будет ещё полезней. Вот такая у нас получилась тыква запечённая, готовая. Там немножко масла, но это ничего страшного. Я думаю, ваши близкие и родные будут очень рады. Украсим её зеленью. Всё. Запечённая тыква готова. Мы с вами приготовили несколько блюд из тыквы. Они, конечно же, полезные, невероятно вкусные и разнообразят ваш рацион. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.